Дневной эфир седьмого телеканала. В студии с вами продолжает Татьяна Милинко. Здравствуйте! Мы вам показываем каждый день новые экспонаты из нового музея. И уже показали экспонаты Одесского музея западного и восточного искусства, из Одесской киностудии. Сейчас очередь в художественном музее. И посмотрите, пожалуйста, что нам расскажет экскурсалут. В этом зале представлено творчество тех художников, которых по сей день называют передвижниками. Потому что более полувека они каждый год организовывали сначала в Петербурге, в Москве, а потом в провинциальных городах свои выставки и, соответственно, передвигались по всей стране. Их, в общем-то, целью было познакомить страну с новым искусством. Поэтому каждый год они показывали что-то новое. И вот на первой выставке передвижников как раз и была представлена работа Алексея Кондратьевича Саврасова, которая называется «Грачи прилетели». Эта работа нам знакома с детства. В наших учебниках она репонуцировалась постоянно. Ранняя весна, деревянная церквушка, тает снег, прилетели грачи, искривленные березы и так далее. Через три года Алексей Кондратьевич обратился опять к сцене птиц, вернее, к теме птиц и к теме, соответственно, природы. Но если там грачи прилетели весна, то вот на этой работе она называется «Вечер перед птиц. Глубокая осень». Холст мы поднимаем, делим по вертикали. И смотрите, две трети – это вот это холодное осеннее небо, а одна треть – размытая дождями, голая унылости. Солнце уходит за горизонт, последние лучи золотят облака, и на фоне золотых облаков многочисленные стаи птиц. Мы можем вспомнить, ласточки пропали, а вчера зарей все, грачи летали, да как тень мелькали, вон на той горой. Я, конечно, у Пушкина веселее, это все умилые пора, чьи очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Короче, художник, вот мы сейчас вспомнили два литературных отрывка, так писатели создают образ осени, а здесь вот она, осень, во всей ее, в общем-то, где-то все-таки красе представлена кистью художника. То есть художник тоже, создавая свое произведение, пишет, создает определенный образ. Мы очень надеемся, что вам нравятся наши видеоэкскурсии. Конечно, проводят их не просто экскурсоводы, а завотделом, но это наш такой экскурсовод седьмого канала, ну и для вас специально. Сегодня мы поговорим о поэзии. У нас в гостях Павел Войтович, поэт, и поговорим, как выглядит современная муза. Это, конечно, мы замахнулись очень серьезно. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Ну, насколько я знаю, у вас недавно состоялась презентация вашей книги, уже не первой. На самом деле презентация состоялась не недавно, а год назад в Одесском литературном музее, а недавно продолжение презентации. Вот в прошлом году было презентовано два сборника. Было, ну было и было. И есть, хотя уже тоже было. Все было. Все было, да. А будет, может быть? Еще будет. Есть, что есть, то есть. Это в этом году, что есть, то есть. И четвертый сборник. Ну, это не кулинарные шедевры, да? Не кулинарные шедевры, да. Есть, что есть, то есть. Прям призыв для холостяков практически. Ну, а тут на самом деле философия. Больше философии, да. Есть и Одессика, но больше философии. И лирики. Когда вы начали писать? Вы знаете, это странно, но я не всегда помню, когда начал писать. Но более системно, где-то с 2009 года. И долгое время писал в стол. Потом я пошел в доме медработников, организовывали презентацию и мероприятие, где поэты и писатели могли почитать, начинающие могли почитать свои произведения. Вот я что-то почитал, и мне понравилось. И потом очень долго я собирался проводить творческие вечера, делать презентации, но все время как-то стеснялся. И только в прошлом году концерт Астаховой филармонии как-то сподвиг на проведение творческого вечера. Почему сборники так появляются по два? Потому что, вот у меня даже на работе спрашивали, где сборники? Давайте быстрее. Не всегда финансы успевают за творчеством, но это тоже хорошо. Зато потом сразу несколько сборников появляется. Ну, очень такие неоднозначные названия сборников. Стихи приблизительно такие же. Ну, давайте, чтобы вы не отвечали, не объясняли мне, да, ничего. Я просто попрошу вас что-то прочитать. Давайте один из моих любимых. Я не могу без него на самом деле, поэтому начнем с него. Твои глаза. Мне глаза твои забыть едва ли. В них порода, страсть и глубина. Порой кажется, что они, как ты, устали. В них такая грусть, надежда и какая-то вина. Мне глаза твои ночью видеть, Любоваться ими, следить за движением ресниц. Мне зато себя порой ненавидеть. Мне в глаза твои смотреть, как слушать пенье птиц. Мне глаза твои такая сила, Слабость не твои глаза. Те глаза твои однажды так тебя корили, Что с моих катилась и слеза. Мне глаза твои какие-то такие, Что не выразить всю прелесть их словами. Определенно, глаза твои святые. К ним с трепетом прикоснулся бы губами. Вот такое стихотворение. Достаточно лирическое, да? Вы знаете, часто приходится слышать, что многие поэты стесняются на публику, читают свои стихотворения. В чем причина? Чего бояться? Ведь это же ваше творчество. А творчество обычно оно для людей? Обычно, да. И каждое слово достучится куда нужно. Конечно, может быть, потому что страху нужно наступать на горло. Я вот и задумался о проведении таких литературных вечеров. И, как я уже сказал, первый был проведен в прошлом году в Литературном музее, в этом году в Андерпабе. Там не только я читаю стихотворения, но и другие начинающие поэты свои стихотворения. Некоторые читали мои стихотворения. Певцы пели очень красивые песни. Это было достаточно душевно. Кто приходит на литературные чтения? Такие же поэты или это очень разные люди? Очень разные люди. В этом году было много юристов. Может быть, потому что они мною приглашены, но все равно приятно, и все остались довольны. Вы преподаватель? Преподаватель, да. Преподаете? Международное право в юридической академии. Международное право. Как это сочетается с вашей поэзией? Сочетается. Даже есть стих «Fifty shades of international law» в этом году. Читаем его? И мой попугай Петруша... Не будем. Не будем. Мой попугай Петруша знает международное право. Я так пугаю студентов. Пугаете почему? Что даже попугай знает международное право. Поэтому им приходится учить. Обязательно нужно знать. А студенты ваши приходят на чтение? Студенты приходят, да. Притом добровольно. Это радует. Ну, добровольно это радует, безусловно. И мне кажется, вот вы все-таки человек более взрослый, да. То есть не просто студент, который что-то написал. И открыться еще и студентам своим, это очень важно. И я знаю, что студенты обычно такое очень любят. Правда о том, что они видят, что их преподаватель — это живой человек со своими эмоциями, который любит, который умеет красиво описывать, который думает. Как они реагируют? Им нравится. Какой отзыв получаете? Вы знаете, в этом году по результатам студенческого голосования мне дали преподавателя года. И это очень приятно. Спасибо большое. Это очень приятно. На самом деле, это самая большая награда, которую может получить преподаватель. Но вот у меня брали интервью и спрашивают, каково оно. Я уже 13-й год преподаватель, поэтому преподаватель этого года, преподаватель другого, следующего — это призвание. Я люблю своих студентов, они любят меня, это все взаимно. А бывает такое, что студенты сами приносят вам свои стихи? Ведь они тоже боятся, правда? Боятся. В этом году мальчик принес свою книгу. Почитайте, пожалуйста, говорят, да? Дайте рецензию, что говорят. Почитайте, пожалуйста, посмотрите, интересно ваше мнение. Один мой выпускник присылает все время мне рассказы. Я еще один не дочитал, потому что очень большой. Но последний, который читал, аж дух захватывает. Еще, думаю, может, это не он писал, но вот такая глубина мысли. Что советуете своим студентам? Продолжать, не останавливаться? Не останавливаться. Не бояться, работать, творить. Это изнутри, поэтому оно должно быть вне и дойти до своего адресата. Знаете, я слышала совершенно разные истории о поэзии. Мне кажется, поэты это вообще очень тонкие люди, более тонкие, чем музыканты, художники. Потому что им нужно еще и говорить, и как-то презентовать себя, и представлять, чтобы люди это приняли и почувствовали, и, не дай бог, они где-то не посмеялись. Я знаю, такие истории совершенно страшные, когда учителя исправляли ошибки в стихах и говорили, хорошо, ну иди еще поработай. Как вы считаете, такие методы, они действенны или же все-таки нужно поощрять? И тоже, где этот баланс между графоманством и все-таки настоящей красивой поэзией? Очень сложно соблюдать этот баланс, но все-таки нужно, потому что, когда мне присылают стихи со страшными грамматическими ошибками, это не годится. Поэт должен работать над собой в любом случае. И да, это нелегко. Муза иногда, она очень тяжела. Иногда нужно месяц отмолчаться, побыть с природой, наедине с собой. Ну что делать? Но все-таки муза. Все-таки муза. То есть вдохновение присутствует по-прежнему, и нужно ждать музу? Нужно ждать. А что вдохновляет? С другой стороны, если все время ждать, так можно не дождаться. Поэтому нужно что-то делать, и муза придет. Есть такой рассказ, помните, Гаргантюа и Пантагрель, да? Один писал и сразу выдавал, а второй, наоборот, все складировал. И вот всегда нужно где-то быть между ними. Так, я перебила, простите. Я, может быть, продолжение почитаю, то, что к музе относятся. Можно так? С удовольствием послушать. Если есть желание. Это никогда не поздно. Исследуйте, коли таково призвание. Наука — это так серьезно. Летайте, если тянет вас в полет. Возлюбите это небо. Гуляйте, молоды вы или нет. Выполняйте и другие требы. Любите, пока любится. Пусть вас это не смущает. А может, больше уж не слюбится, кто его знает. Танцуйте, коли по душе вам танцы. Закружите в нем. Слушайте свои любимые романсы. Подпевайте, ибо когда еще споем? Слушайте музыку. Веселитесь, пойте. Умейте дружить. Помогайте ближним. И ради бога не нойте. Поймите, как же здорово все-таки жить. Ой, это прекрасно. И мне очень нравятся эти слова. Я прям сижу тоже, думаю, вот хочется подхватить как-то. Конечно, у меня будет это очень просто. Ведите светлую, любимую программу. Хорошо ешьте, слушайте маму. Мне захотелось так вот о нашей программе сказать. Знаете, вы пишете давно, правда? И вы можете провести какой-то анализ. Говорят, что слово, оно обладает какой-то сверхсилой. Потому что в слове действительно заложен какой-то код, который может как разрушить, так и создать, так и помочь в будущем. Было ли такое, что вы писали стихотворение, а через время понимали, что оно сбылось? Такое очень часто бывает. Иногда я пишу и думаю, откуда эти слова? А потом какая-то жизненная ситуация показывает, что это как в стихотворении. Иногда некоторые мои друзья звонят и говорят, что это за стих такой страшный, у тебя все хорошо? Или что это за проклятие в стихотворении? А другие видят совершенно другое. На самом деле не всегда то, что поэт сказал через свое произведение, так и есть. Люди воспринимают это по-разному. У каждого внутри другие чувства. Поэтому как достучиться это слово, это тоже сложно сказать. С другой стороны, вот после литературного вечера мне позвонил один коллега и говорит, у меня в последнее время бессонница. Так вот после литературного вечера я спал очень хорошо, до восьми утра, спасибо. Уже хорошо. То есть он прожил какие-то эмоции, которые... Я думаю, что что-то прочувствовал, да. Я могу вас попросить еще что-то зачитать? Да, пожалуйста. Спасибо. Это вам спасибо. Знаете, прощайте. Как это не тяжело, но от этого вам легче. Взлетайте, как орел над вороньем. Прощайте, прошу вас, ибо ты, бойся токма, без греха. Позвольте себе услышать внутри джаз, игнорируя чьи-то хи и ха. Пожалуйста, прощайте без отдачи. Развяжите себе руки. Будьте тверды, но будьте мягче. Не берите на поруки. Прощение прошлого не изменит, но изменит будущее. Прощайте, чтобы не стать мишенью. Пусть считают вас причудливым. Выше справедливости может быть только прощение. Не забывайте, сколько прощается нам. Прощение — это взросление, это крещение, это мир нашим домам. Прощайте, как лозунг сегодняшнего вечера, как на ночь молитва. Простите, это ярче красноречие. Угасите свои внутренние огни битвы. Это очень красиво. Можно я посмотрю? Конечно. Мне кажется, прям цитировать можно. Это действительно красиво. Расскажите о ваших сборниках. Их где-то можно приобрести, они есть на книжных прилавках. Или вы создаете все больше для себя и для своих близких? Их можно приобрести пока у меня, но я создаю для всех. Кто хочет, кто тянется, тот может приобрести. И я в Инстаграме есть больше вроде бы пока нигде. У меня просили на книжке, но я пока что-то не решился. Мне так нравится. Позвольте себе услышать внутри джаз, игнорируя чьи-то хи и ха. Это очень здорово. И прощайте, конечно, сильно сказано. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Спасибо. Мы будем следить обязательно за вашим творчеством и поддерживать вас. Приходите к нам еще, рассказывайте о литературных вечерах с удовольствием посидимых. Я думаю, что поэтам вообще, одесским, нужно кооперироваться. Многие говорят о том, что нет волны какой-то единой. Вот художники, у них есть какая-то солидарность, какое-то общение между собой. А вот у поэтов немножечко все разрознено. Мне кажется, что нужно все-таки собраться вместе и создать какой-то современной поэзии. Такой клуб может быть. Ну, это все мои мысли. А пока на седьмом канале может прозвучать хорошая поэзия. Спасибо большое. Я напоминаю, в гостях у нас Павел Войтович, поэт. Можно я еще раз завершу наш эфир четверостейшим. Пожалуйста, прощайте без отдачи, развяжите себе руки. Будьте тверды, но будьте мягче. Не берите на поруки. Прекрасно. Спасибо. Предлагаю вам сейчас еще посмотреть интервью группы «Антитела». Совсем недавно они снимали под Одессой свой новый клип. Клип еще не вышел, а вот интервью уже есть на седьмом канале. Я прощаюсь с вами, передаю слово коллегам. Оставайтесь с седьмым телеканалом. Всего доброго вам. Это новый сингл, который называется «Там, где мы есть», або скорочено мы его называем «Те, где мы есть». Композиция, которую мы представили сегодня, и сейчас снимается в видеокліп на эту песню, а еще есть снятий лирик в видео, она так же представлена сегодня. Это песня, которая выйдет в нашу будущую платформу, которую мы собираемся выпустить десь через год. То есть это первая ластевка из того всего нового материала, который мы собираемся представить протягом полтора года. Тихо, тихо, стоп-марафон, ты прокидаешься, это был лишь сон. Нема фейків, лукавых слов, чистый разум, замість голів. Кто малював на экране фильм, кто давал роли и наносил грим, кто лишь лялька, кто карабас, зрозумите саме час. Это драма, это история подвига одними, Станислава Курилова, который втек из Радянского Союза, из тоталитарной державы. 40 лет назад он стрибнул с борта лайнера прямо на гвинти, не побоявшись. И, следуючи своей мрее, он проплыв 100 километров, вплив три дни и три ночи, чтобы добраться до свободы, до Филиппинских островов, где он, власне, отримал эту свободу и начал новое життя. Власне, это экранизация этой истории, конечно, адаптована под украинские реалии. В главной роли снялся известный плавец украинский. Все увидите сгодом. Часом виявите речобин на воде, ой, дає. Воно вразило нас своєю силою. Просто насправді, це історія, яка показує, що заради своєї мрії можна йти, долати будь-що, і що людина дуже сильна насправді. Кожна людина в ній є велика сила. Нічого не бійся, в кінзі сценарію не біє. Там, де ми є, там, де ми є, там, де ми є, там, де ми є. Я думаю, що вони, звичайно, змінили трошки український телерадіоринок. Але основні гравці вже переорієнтувалися. І, виходячи з того, що я чую, з'являється багато молодих і не дуже, але нових українських виконавців, які співають українською мовою. Очевидно, що це корисно для держави Україна, де головним засобом спілкування і державною мовою є українська. Не може бути відірвано мистецтво від внутрішньої державної політики. Це одне ціле. Тому я думаю, що в цілому це позитивно. Хоча є певні негативні нюанси, які ми всі спостерігаємо. Це і засильня неякісної української музики, яка тепер отримала змогу потрапляти до наших вуз. Це і певні маніпуляції на цьому питанні. Але ми все це пройдемо, тому що у нас у всіх головна світла, хороша мета. Я вважаю, що поки над цим не працює держава. Це, очевидно, недопрацювання держави, тому що така діяльність не лише музична, а в принципі будь-яка трудова діяльність має бути врегульована законом. Цього закону про перед кордону немає, і тому тут включаються якісь вже інші механізми. І очевидно, що суспільство розділене по цьому питанню. Для когось це є радикально важливим, хтось не придає цьому особливого значення. Я завжди отримуюсь від оцінки дій і активістів, і виконавців, акторів, співаків. Я вважаю, що це особиста справа кожного, допоки це дозволяє закон. Музика Тому що в нас зйомка власне відеокліпу, і повірте, це є джерело неймовірного натхнення. Місця, де ми буваємо, люди, з якими ми спілкуємося, ситуації, переживання внутрішні, все це потім ми ретранслюємо в музику і в тексти. Музика Ну, я би порадив вам антитіла прослухати. Я би порадив прослухати молодого виконавця Івана Наві, який з'явився нещодавно на нашій сцені і робить дуже якісний такий український поп, танцювальний поп. Я би порадив послухати спячку Соня Кей, яка так само досить свіжо транслює українську музику в світ. Музика Українську сцену я оцінюю позитивно. Українська сцена за останніх п'ять років дала дуже великий порух вперед. Причиною цьому стали, звичайно, і в тому числі війна на Сході, і певні законодавчі нові позиції, на які вийшла українська сцена. Але загалом все рухається в правильному напрямку. Це дуже гарний тренд. І я думаю, що через п'ять років ми просто не впізнаємо себе. Музика Плани на майбутнє у нас грандіозні. Ми скоро представимо кліп, який ми знімаємо. Плюс ми готуємо таку довгу історію, метою якої є вийти через рік-півтора на великий всеукраїнський тур і приїхатися опенейрами по стадіонам, там, де це можливо, по великим площадкам, і збирати до себе десятки тисяч людей, прихильників нашої музики. Але передумовою цього всього, звичайно, буде хороші пісні, над якими ми працюємо, які ми вигадуємо і дуже-дуже ретельно вибираємо так, щоб це стало до смаку всім нашим фанам і тим людям, які ще навіть не здогадуються, що вони стануть нашими фанами. Дякую!